Всем привет! Это FreeStudio21.com. Сегодня говорим о предлоге out. Очень интересный предлог, очень замечательный, очень своеобразный. Он очень любит употребляться с глаголами. И иногда так сильно любит употребляться с глаголами, что без глагола его и перевести-то невозможно. Может означать практически все, что угодно. Сейчас вы это увидите. Итак, первая группа. Какую out, в каких, ну не знаю, как сказать даже, какие значения он может принимать, на что он может показывать это состояние или место. Что имеется в виду? Например, внешний там какой-нибудь или что-то такое. И второе – это движение и процесс. Как видите, это предлог движения и это предлог места одновременно. Это нормально. Такое с английскими предлогами бывает. Все зависит от того, где они стоят, с какой частью речи они стоят и в каком контексте. Итак, я, наверное, нарисую табличку. Так будет проще. Вот. Вот. Ой, как некрасиво. Вот. Как-то… Все равно некрасиво, но уже чуть-чуть лучше. Я буду нумеровать эти случаи, но имейте в виду, что они могут быть связаны, перекликаться между собой, состояние, место, движение, процесс. Могут никак не быть связаны между собой. Ну, наверное, те, что будут связаны, я буду одним цветом писать. Было как-то понятно. Итак, самое главное значение, когда он у нас обозначает состояние и место, это вне, за пределами. За пределами чего-то. Вне чего-то. «Снаружи». Вот так вот можно говорить. «Снаружи». Например, такая фраза. «It's cold out there». «Там снаружи холодно» или «на дворе холодно». Вот так можно говорить. И в то же время «out» может означать движение наружу, то есть выход наружу. Тогда у вас ваши глаголы будут переводиться с приставкой «вы». Выход наружу. Например, ну, вот так, приставку «вы» поставлю, чтобы вы... Ого, это не годится. Приставка «вы». Например, у вас может быть фраза, ну, не знаю, что-нибудь такое. «She took her notebook out». Вот оно. Вот это «out» относится к «took». Она вытащила свой блокнот или свой ноутбук. Подива, знаешь, что она там вытащила. Неважно, что вытащила, главное, что движение вовне, то есть из сумки, из кармана, там не знаю откуда. Следующее. Следующее. Второй пункт, который тоже, как вы видите, похожи, где-то тоже перекликаются значения. Итак, если речь идет о состоянии, то «out» может еще означать завершенность. Завершенность, иссякание чего-то, процесса, например. Завершенность, иссякание, я не знаю, правильно так говорить вообще, иссякание как-то не очень звучит, но прекращение действия, прекращение вообще чего-то, там не обязательно действия, прекращение запасов, например, закончились там запасы кислорода или что-нибудь в этом роде. Ну, например, вот такая фраза, ее очень часто можно встретить. Ее дословно и перевести-то тяжело, но, тем не менее, так оно и есть. Или, например, такое может быть, «the», там, не знаю, «the water», ну, почти то же самое, но неважно, «ran out» – «вода закончилась», то есть текла-текла и закончилась. Параллельно, если «out» является предлогом действия, то можно сказать, что здесь похожая ситуация может быть, это когда достижение результата происходит. Когда я чего-то хочу, показываю, что чего-то добиться, достичь, выкопать там, вынести на свет Божий и так далее. Достижение результата. Вместе с глаголами, естественно, потому что «out» очень редко употребляется без глагола. Ну, например, у вас такое, решение задачи какой-то, вот что-то в таком, вот «find out», например, может быть у вас, выяснить что-нибудь. «выкопать», если дословно, там «solve out», найти решение проблемы какое-нибудь, там «make out», разобраться в чем-либо, или разобрать что-то, там, буквы разобрать в тексте, например, что-то в этом роде. Далее. Далее следующая группа, сейчас я подчеркну, вот так, и следующая группа действий. О состояниях я сейчас пока не говорю, дальше у меня опять идут действия, я сейчас возьму другим цветом каким-то, ну, таким пусть будет такое. Третий пункт. Действие – это распространение чего-то, когда что-то разрастается, расползается, там, не знаю, распространение чего-то, в пространстве или во времени. В пространстве. В пространстве, во времени. Ну, в основном в пространстве, наверное. Во времени я, наверное, и сейчас я примера не придумаю. Ну, например, spread out. Spread out. He spread the claws out. Он расстелил скатерть, или расстелил тряпку там какую-то. Spread out – расстелить что-то, разложить, распространить, call out – выкрикнуть, то есть вынести на свет Божий что-то, расстелить, распространить по месту. Далее. Кроме того, это еще может быть, я напишу цифру 4 все-таки, это отдельная категория, out вместе с глаголами может еще означать внезапное начало чего-то. Вот, пожалуйста, какой он многогранный. С одной стороны у нас конец процесса, out может обозначать, вот, вот здесь, конец процесса, завершенность, а с другой стороны внезапное начало. Это тоже может быть, не удивляйтесь, это нормально, такое бывает. Внезапное начало, ну, как взрыв, как какое-то такое что-то, ну, там, не знаю, разразилась гроза, например, go out – взорваться. Или же, например, у вас break out, the war, вот я приведу пример, the war broke out – война разразилась. То есть это внезапное что-то такое, катастрофическое. То есть это не просто внезапно там началось, началось у нас там, хотя это может идти и о ссоре речь, и о скандале, и о стихии, о чем угодно. Все, что внезапно начинается, и происходит совершенно неожиданно, это все может быть out с соответствующим глаголом. Дальше, дальше у нас пойдут одни состояния, и я, наверное, дальше и таблицу-то рисовать уже не буду, я просто начну писать дальше про состояние. Итак, какое еще, как он еще может выглядеть, как предлог состояния? Это у меня было два, теперь у меня будет три. Ниже немножко я спускаюсь, хотя можно было бы и здесь писать, не буду извращаться, лучше экономить место. Итак, что еще может out означать? Out иногда прикидывается даже прилагательным, такое за ним бывает, и он может переводиться как отдельно, как внешний, внешний, кроме того, далекий, удаленный, ну, в общем, находящийся достаточно далеко, далекий. Например, у вас может быть такое, out, border, внешняя граница, обратите внимание, что out здесь определение. Или, например, у вас может быть out settlement, удаленное поселение, или out point, out point, удаленная или внешняя точка. Здесь есть, кстати, возможность этого out избежать. Если вас коробит вот так вот писать, вам не нравится, я вас понимаю, мне само это не нравится, я предпочитаю, лично я, конечно, это лично мое мнение, красивее выглядит вот такое вот дело. Outer. Это его синоним, это его синоним, можете заменять, если хотите. Кроме того, есть еще слово extreme, это из той же серии, его тоже можно заменить. Кроме того, есть еще прекрасное слово outside. Это тоже синоним. И что еще, что я еще сейчас придумаю, что я помню? Outlying. Ну, outlying, наверное, вы не часто будете встречать. В основном встречается outer, outside, ну, extreme, если речь идет о какой-то, о чем-то таком более узконаправленном. Далее. Out также может еще означать, сейчас я подберу себе какой-то цвет, out еще может означать отсутствующий. Отсутствующий. Как видите, он здесь тоже ведет себя почти как прилагательное. Отсутствующий. Например, у вас может быть такая фраза. Sorry. Идет телефонный разговор. Я хочу позвать там человека к телефону, а мне говорят sorry, мистер, там, не знаю, мистер, what is out. Извините, но мистера Вудса сейчас нет на месте. Он вышел, как мы говорим. Он вышел. Он отсутствует. Если вам не нравится такое вот, с предлогами такая чехарда, вы можете прекрасно заменять это словом absent. В этом случае у вас будет синоним. Но имейте в виду, что в разговорной речи вы, скорее всего, встретите out. Вы не встретите absent. Absent – это очень по-книжному, так официально. Далее. Следующее значение out, если это идет речь о состоянии, это… Ой, почему я написала цифру 6? Нет, цифра 5. Это немодный, устаревший. Устаревший. Например, вы все, наверное, встречали эту фразу out of date. Устаревший. Out of date equipment, допустим. Устаревшее оборудование. Или this equipment is out of date. Это оборудование устарело. Кроме того, устаревший еще может означать немодный, неактуальный. Например, такое. Jazz is out these days. В наши дни jazz немоден. Ну, моден, немоден – это сложный вопрос. Далее. Следующее. Ну, наверное, я больше ничего не придумаю уже. Это, наверное, будет последнее, что я вспомню. Седьмой номер. И это будет выключенный. Выключенный. Особенно речь идет о свете, об освещении. Очень любят это слово, этот предлог. Например, у вас может быть такое. The lights. Или просто lights. Здесь Z совершенно не нужно было ставить. The lights are out. Освещение выключено или лампочки выключены. Здесь, кстати, его можно заменять словом off. Помните. Turn off, turn on, switch on, switch off. Это нормально. Но имейте в виду, когда у вас выключены, погасшие. Можно сказать, огни погасли. И когда у вас погасли или гаснуть, это are, they are out. Это нормально. Поэтому не удивляйтесь, если у вас будет out. Это тоже допустимо. Далее. Что еще следует помнить? Естественно, дальше у вас будут разговорные выражения. А разговорных выражений с out просто немерено. Их очень много, очень много. Они самые разные могут быть. Сейчас я себе какой-то цвет найду. И, допустим, у вас может быть такое. Так, номер 8 поставлю. Ну, не знаю, 8, не 8. Это разговорные выражения. Это отдельная категория. И она никуда не будет подходить ни к месту, ни к действию. Это совершенно ничего общего не имеет. Ни с тем, ни с другим, я так думаю. Но судите сами. Например, у вас может быть такое. Here is out and about. Очень-очень любят люди такое говорить. Он везде ходит. Или везде путешествует. Это можно переводить как путешествует. Ходит, гуляет. Там, ну, прогуливается. Как-то проводит время где-то вовне. Кроме того, если речь идет о выздоравливающем после болезни человека, когда хотят сказать, что он уже так встает на ноги, уже ходит, то говорят he's out and about. Далее. У вас может быть такая фраза. Here is down, down and out. Это у вас значит быть на мели. Он на мели. То есть ни денег, ни работы, ничего. Совсем плохо. Хуже уже просто некуда. Полный тупик в жизни у человека. Или, например, у вас может быть такое выражение, которое вы точно слышали. Way out. Выход. Выход. Решение проблемы. Какое-то решение задачи. Выход из тупика. Возможность отступления. Оправдание какое-то. Это все может быть way out. Кроме того, если вы посмотрите на все это и можете сказать, господи, а как же я все это запомню, тут столько этого всего дела. Себе знайте так, что если абстрагироваться от конкретных случаев и сделать такое обобщение, что ли, то можно сказать, что out очень любит движение куда-то вовне, в пространство. Он всегда уходит куда-то вдаль, куда-то из. Это движение из всегда. Out – это вот из коробки там куда-то, мячик там вылетел, пробка из бутылки вылетела. Это всегда движение вовне. Это всегда положение вовне. Это распространение там куда-то в разные стороны. Вот так вот распространение – это тоже out. Когда что-то расширяется в пространстве, это тоже out. Вот там началась дыра расширяться во все стороны, черная там какая-то. Это тоже out будет. Она распространяется во все стороны. Это также у вас может быть, допустим, вы там что-то залегало где-то на глубине, а вы его взяли и выкопали, вынесли на свет Божий. Вот вы его вынесли на свет Божий. Это тоже out. Это out движение. То есть наружу, все, что наружу, все, что во внешнее пространство – это все out. Если у вас, допустим, внешняя точка какая-то, out point, outer space, допустим, говорят, внешний там космос, большой космос, как хотите, говорите. Кроме того, out – это всегда результаты, прекращение, схождение процесса на нет. Вот это у вас тоже out всегда будет. I am, допустим, I am out of solutions. У меня все идеи, все решения уже закончились, я уже не знаю там, что говорить, допустим. Такое у вас может быть. Помните, что out – это всегда что-то движение какое-то вовне, какое-то движение в пространство из чего-то. Если вы будете иметь это чутье, то вы справитесь с ним, и вам не надо будет так сильно зазубривать много там глаголов каких-то или чего-то такого. Помните, что это всегда вне, за пределами, что это всегда движение на результат, что это завершенность, распространение. Ну и отдельные там то отсутствующие, то устаревшие – это уже больше, ну, наверное, вы не так часто будете их встречать. Поэтому вам самое главное запомнить вот эти первые несколько значений, самых главных – это то, что вы будете встречать каждый день. Это все. Спасибо за внимание. Ролик и так получился длиннючий. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии.